Переизбрание в ноябре, обычно это период где-то с 24 по 28 ноября, нужно будет уточнять, но когда наш регулятор назначит выборы, и кто будет, пока еще ждем, примерно это вторая, третья декада ноября. Выборы проводят очень просто, регулятор собирает мнение от страхового рынка, кто бы мог, кто бы был достойным, рынок предоставляет кандидатуры, агентство, регулятор, комитет по надзору регулированного рынка финансовых организаций, проверяет кандидатуры на соответствие требованиям законодательства, потому что есть требования, которым кандидат должен соответствовать, и выносит те кандидатуры, которые соответствуют на голосование, на выборы страховщиков. И, собственно, там принимается решение простым большинством голосов. Я хочу надеяться на это, что рынок окажет в очередной раз доверие, и было бы неплохо, конечно, потому что еще очень много нереализованных проектов. Мы реализуем проект взаимодействия страховщиков и станций, поскольку все-таки клиент из страховой компании и станции должен получить нормальную, правильную, хорошую услугу, чтобы станции не теряли свой бизнес, и страховщики, скажем так, правильно формировали свое быточное, что в конечном итоге отражается на цене страхового полиса. Также у нас сейчас очень большой проект в парламенте в Мажелисе, поскольку, вы знаете, сейчас у нас комитет дорожной полиции инициировал закон о проектах о дорожном движении, и в рамках сопутствующих законопроектов мы тоже хотим подкорректировать наш закон, причем потому что есть определенные проблемные вопросы в части урегулирования страховых случаев. Мы хотим очень четко выстроить в рамках данного законопроекта алгоритм урегулирования страховых случаев, для того, чтобы он был один, единый, понятный, установить там единые, понятные правила. Но если ты хочешь все-таки получить страховый вывод, то приди к страховщику, напиши заявление и покажи то имущество, которое было повреждено. Почему? Потому что сейчас та ситуация, которая есть, поверьте, она на самом деле совершенно не красит страховой рынок не только с точки зрения понимания страхового рынка как страховщиков, но и с точки зрения, понимаете, и второй стороны договора страхователей. Почему? Потому что очень много мы сталкиваемся с тем, что очень много существует мошеннических действий на рынке. И люди, пользуясь, скажем так, сегодняшней ситуацией в законодательстве, просто приходят и говорят, что там начнут об оценке, что хотите, то и делайте, машины нет. И тогда мы снизим там вопросы жалоб на страховых компаниях, вопросы неправильных урегулирований, неправильных расчетов и прочее. Мы надеемся решить многие вопросы в рамках рабочей группы, мы жили из парламента, но надеемся, что все-таки нам удастся поправить, получить закон в том виде, в котором мы дали предложение.